Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Святого Апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, 29 стих до 35. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатые заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женатые заботятся о Мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнью и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом. А замужняя заботится о Мирском, как угодить мужу. Говорю, это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узлы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Эти места Писания мы слышали много раз. Понимаете, у нас необычно так. Человек считает, это стопроцентная должна быть уверенность, что не искажено ни одно слово. А когда просто так говоришь, а то ли правильно сказал, бывает одно слово меняет сущность его. Это сказал апостол Павел. Воображение должно быть. Он сказал не сам по себе, а Духа Святого. Он говорит, я думаю, имею Духа Святого. Все Писание Бога духовновенное писали вы святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр. Нам легко представить, что сегодня у нас апостол Павел незримо, ну, через другие уста говорит это. Поэтому опровергать что-то, не просто слышанное здесь, глубже проникнем. Это от Бога. Я сегодня хочу немного сказать кромкой того, что вчера было. Я вчера жалею, что вы не приходите. Вчера как раз была 12 глава Матфея, 43-45 стихи. Человек принял крещение, очищенный, все, успокоился. Многие принимают у нас крещение, все правильно. И сразу спрашивают, а что теперь? То есть подготовка. А это только начало. Спроси, что теперь? Главное, родился. А теперь ищи его. Вот в этом весь смысл. Дальше-то что? Вы видели, когда идет крещение, батюшка руку опускает в воду и уходит? Это изгнание духов, не просто так. Там молитва об этом говорится. А если изгнание, изгнание из нас. Почему? Говорит, отрекаюсь, плюю я на тебя через заевое плечо. Вы не думайте, что просто обрядность какая-то. А реально? А он стоит рядом, ты плюешь на него. Он так просто не оставит. Отрекаюсь от сатаны, всех дел, и у всех ангелов его, всей гордыни его. И это при том каждый крещаемый должен делать. Сегодня ничего этого не знают. Я помню, что это священник нашли сами делал, потом бросил в воду. Что угодно помню, только не то, что отреклись. А теперь очищены. Он намыл нас кровью своей. Бани, паки, бытия. Я еще вчера, что он только говорил. А в это время, кого изгнали, он вроде где-то по пустыне. Прямо говорится, личностью в одном числе. И думает, возвращусь я. И придя, находит незанятым, выщищенным, вымытым. И что? Он понимает, у него есть друзья. Он берет всем злейших себя. Не надо сомневаться, более злые. Да это только курил, теперь он будет наркотики принимать. Тогда выпивал что-то, где-то бабка готовила ему дома брашку. Теперь он не вылазит оттуда, разные химикаты, что угодно глотает. Семь злейших. Так вот, сегодня мы об этом говорим. Вот вещание идет. И священник, все считают одинаково, у него так и написано. Что? Нехорошо человеку быть одному. Ну, маленько-то, очнитесь, а что вы делаете? Священное Писание, Ветхий Завет, Златоуз говорит, написано для детского возраста. Их никто не отменял, заповеди Божьи. Он их возвысил до уровня рожденного свыше человека. Тогда было нехорошо. А теперь, Павел говорит, хорошо оставаться, как я. И перечисляет. Почему? Последнее время. Две тысячи лет назад это было сказано. И тогда понимали, в последнее время, буквально, каждое событие, Нерон, до такого гонителя не было подряд. И жену под нож пустил, сыновья вернулись, учились в высшем университете, время вернулись. Кто-то сказал, они хотят тебя сбросить. Он обоих сразу же казнил. Понимаете, людям малое даже событие прилагает это признаки пришествия Христа. Но сегодняшнее событие, это не просто какая-то фраза одна пролетела, одна строка. Все понимают. Настало последнее время. Последнее время. И об этом и песнопения идут и везде. Приглядитесь к этому. О чем мы сейчас прочитали. Время коротко. Любое событие. Плащ. Ну, плащ человек потерял. Как будто не потерял. Не плащ. Любит мир, который... Как будто не любит. Да, ну, нам необходимо ходить в магазин, получать специальность. Но не привязывайся к этому. Ради того, чтобы что-то получать, не пожертвуй главным. Да у меня времени нет никогда Библию почитать. Не обманываем себя. Главное, это то, что потребуется туда заходить. Которое отверзить двери нам. И вот сейчас я несколько мест Писания пометил. Большая тема такая. Сегодня все места не откроешь. Но понятно. Беру из разных мест Писания. Везде Дух Святой сказал. Время последнее. Признаки последние. Никогда не было объявлено о том, что вплотную подошли. Главное событие. Это Израиль. А на местах войны, слухи. И вы видите, какие. Я специально хотел сегодня это показать. Или сегодня это людей мало. Некоторые у нас вообще не остаются на собрании. И они не знают, что в конце у нас считается одна молитва. Я ее взял, перепечатал и принес. До буковки точно. Слушайте очень внимательно. Вчера я ее, позавчера выставил. Она оказалась самой популярной молитвой среди сотен молитв в интернете. Почему? Она говорит о сегодняшнем дне и конкретно о нашей стране и о нас. А вы знаете, кто ее составлял? Как это? Ни один человек участвовал в этом. Да благословит их Господь. Господи! Брат, прочитай ее. Он всегда считает ее. Я буду показывать и остановиться. Слушайте весьма внимательно. Господи! Защите Родину нашу от нашественных племянников, от внутренних расприй, от бездокония, которые встали, и останови делающих зло. Украинцы схватили сразу за это. Понятно. И буквально событие сходится. Оно и нас касается. Потому что начальность уже там захваты, уже здесь свои идут. Ответный удар. Мы христиане. У нас принято было решение в интернете. Не называть ни правителей, ни страны. Когда спрашивают, за кого ты? Меня буквально засыпали. Везде отвечаете, почему вдруг молчите? Мы приняли такое решение. Мы не знаем конца. И от этого ничего не изменится. Мы знаем одно убийство, грех, на какой бы стороне ни было. Мы знаем, что ни один убийство в Царствие Божие не войдет. Мы просто главное, самое главное говорим. Вы слышите как? Сразу зазвучало по-другому. Это набатный колокол. Дальше. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих так же просвети и защити. Нужно это. Мы прямо стоим здесь, что с колен не вставай. День и ночь, прости о правителе. И начали молиться от всех, которые из других стран. И коснулось это слово. Я никогда не думал, что до определенного дня. Мы нигде не распространяли. А тут отсюда спечатали. Потом буквы на выражение набрал. Правителей. Всех. Доброзумит Господь. И теперь вместо Писания. Молитесь за старей и начальствующих. А он-то. Тебе не надо какой он. Молитесь. Ну вы же знаете, я не могу ничего сделать. Это христиане при том. Христиане начинают. Да свергнет Господь власть про нас. Да воздаст им вчетверо. И чтобы нам, русским, покаяния в воду даже не было. Вчерашние друзья наши оказались на той стороне, считая, что веры-то никакой не было. Мы должны молиться о врагах. Вот мы их знаем в Анфиме Комедийске. Это один из тех, который возвел. Он и есть один. Всю общину возвел на небо. 32 тысячи. Никто не отступил. Последняя просьба у святых была, когда их выводили на казнь. Попросить время помолиться за врагов. Потому что за себя мы каждый день молимся. А тут конкретно. О нем написано, когда пришли арестовывать. Воина узнали на кормилах. Я говорю, я знаю, где он находится. И тогда сказал, это я. И они решили отпустить. Нет, не надо. Вы меня должны отвести, как положено. Это из биографии святого, который нам очень близок. Считай, брат. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, что божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Дальше. Священники, которые не служат тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении своем. И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Нуждаемся в этом? Тем более, сегодня такие средства. Я знаю, брат, мы с тобой говорили на неделе. Это безбрежный океан открывается. Сколько новых людей приходит, даже выразить невозможно, которые слышат, вот сейчас мы записываем, и люди это понимают, почему Дух Святой касается. И далее. Господи, праведны суды твои над Россией, за то, что оставили тебя, и слово твоей изреченности в той Библии. Ну, это так. Простилась Господи, владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бога Егова. В молитвах нигде нет, и мы это взяли как раз. А сегодня это почему не было? Ответа никакого не можем дать. Было, а мы его вернули. Оно во всем показывает. Мы никакие не передовые, не авангард какой-то, а конкретно говорим. Его не было. Теперь вот оно есть. Восемь раз говорится вот в этой Библии, которая перед нами. А в оригинале, один переводчик был такой, Архимандрит Макарий Глухарев, Алтайский, ныне канонизированный. В семь тысяч с лишним раз это имя Библии. Тысяч. А теперь ни разу доходит до такого безумия. Одна молодая приходит и говорит, вы что же взяли это имя? Я говорю, а почему? Прости меня Господи. Она думает, что это относится имя к врагу душ человеческих. Вот постепенно умалчивание, приводит, почему молчанием предается Бог. Григорий Богослов. Не зря это сказали. И далее. Краткая молитва. Какая? Все она охватила буквально. Дух Святой, ты наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче. Богов в кавычке, с маленькой буквы, то есть того, кого ставит выше истинного Создателя Земли и Неба. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Возьми себе на память это, то, что читал. Итак, 1 Иоанна 2,17. Мы не так много мест 15 просчитаем, чтобы настроимся на ту волну. Пока не просчитали, знаете, у нас много есть, что из обрядности. Но просто так относиться к обрядности, да мало еще скажут, которые знают Писание. Нет. О чем Василий Великий говорит, это мы все получили по наследству оттуда. Простое дело, крестное знамение и поклон. Выставляют сейчас в интернет, как ругополагают священника, как вводят его, как он кланяется где. Стоят несколько епископов. Ни один не крестится правильно. Ну, вот. Вот такое движение. Это кощунство. Это не просто кощунство. Это легионы демонов вокруг. Зато уздает небрежному маханию руки бесы радуются. Ну, трудно ли село поставить? Ну, перекрестись сейчас хотя бы и скажи, Господи, это глава всему. Иисусе Христе, где у тебя чрево? Откуда человек? Сыне Божий, подними руку, если она у тебя не больная. Ты воссел одесной величие престола Божия. Нас благодатью своей спаси стоящих на голове. Вот где. А до этого было в учебниках писали, на грудь ставим освящение чувств. Крест не наш, речь о Христе идет. Крестное знамение, крестное. И сейчас, знаете, вышел, когда выпустили, и показали. Так, получается, черта такая, это так. Опрокинутый крест, мы, говорит, все эти столетия опрокинутый крест. И вот это как колдуны делали. Что же мы делали? Один человек нам подсказал. Я и в Америке везде трубил об этом. И сейчас в учебниках появилась, изобразили схему. Ну вот смотри, отсюда, эту держи отсюда. Какая будет вот эта черта? И здесь какая? Ну ясно стоит крест на месте. Тут не доказывать ничего не надо. И поэтому, чем больше усматриваете приближение дня Оонова, тем решительнее делайте это. Сегодня же приди и поклони. А поклон какой должен быть? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон такой быть, себя один хотя бы раз проверю, чтобы рука могла пол достать. Но я с позвоночника после операции едва-едва. И все равно стал доставать. Они просто так стоят. Вот это у одной стены плаща называется. Люди, которые не нашей веры. И они только вот так вот, головой. Ну, посмотрите, тысячи людей стоят. Мы православные. Земной поклон. И показано архиереи. Там стоит помощник, снимают с него метру. И он на коленях стоит. Земной поклон. На коленях дальше в голова не идет. И люди это все смотрят. И люди подражают этому. Земной поклон головой до земли. Руки должны быть до земли у тебя. Рядом. Это 10 заповедей. Объяснение же дается-то. И колени даже. Колено преклонения называется. Все же мы такие. У нас как-то были люди здесь и сказали. Так у вас и кланяться не умеют правильно. Пришлось проглотить это. Я не говорю разве об этом. Ведь каждый ответит когда-то за себя. Это даже садишься в трамвай, в автобусе едешь, в машину садишь. Ну, перекрестись и скажи, Господи, благослови, защитись живутворящим крестом твоим. Выходишь на улицу первый раз в этот день. Ну, и перекрестись и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Благослови, Господи, и ничего не бойся. Чтоб дети, выходя, просили благословения у родителей после трех поклонов в красный угол. Ну, возьмите до памяти это. Не так, что прошел, где они ладно. Нет. Как один ученик стал молиться, когда смерть подошла. Помолись, что Бог дал мне хотя бы полчаса. Он говорит, сын мой, сколько лет-то впереди было, ты же ни разу не просил. Это ничего же тебе не даст. И поэтому мы считаем. 1 Иоанна 2,17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Волю Божию. Ты свидетель Божий. Ты чадо Божие. Ты омыт его кровью. Где бы ты ни был, тебя сразу узнают. Почему? А тебя запах другой. Благоухание, говорит, для них запах живетели на жизнь, для других смертоносцы на смерть. Двое и по-разному видят. И вспоминают, а вот у нас родители были, бабушка, дедушка, они играли там в карты, доминоне. Какая-то вера жестокая такая. А у вас то нельзя, другое нельзя. Да можно не говорить, что нельзя. Тебе это Дух Святой должен подсказать. Нельзя. В день, когда ты обратился к Богу, покаялся, тебе все остальное настолько противно. Даже не вспоминайте. Ну, вред кому нанес, там вспомни. Павел говорит, я гнал церковь. Не достоин называться апостолом. Петр, как пишет в его биографии, это «Житие святых», до смерти не мог простить себе. Под глазами были борозды. А для Еприма Сирина было, говорит, плакать, как для нас дышать. Ну, далеки же мы от этого. А что я буду? Ну, такие слова говорят, распускать вроде. А ты выпроси у Бога, это чудный дар. Павел говорит, а три с половиной года учил вас со слезами. И какие блаженны плащущие. Я вчера говорил об этом. Ветхам дается 10 заповедей, 9 блаженств. Я все думал, а какое соединение. И стал молиться, и мне Господь как бы сказал, я считаю от Бога это. Каждое блаженство, оно касается всех 10 заповедей. Каждое. Ты понимаешь, какой орган сразу запел. И тогда могли, да, теперь мы только заповеди, те неотмененные, но в освете нагорной проповеди мы поднимаем их для нового человека. И Господь говорит, творю все новое. Ну, в первую очередь, конечно, человека. 1 Петра 4,7. Знаете, Иоанн сказал, в последнее время, заботитесь. Петр говорит, 4,7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодруствуйте в молитвах. Это Петр говорит, 2000 лет назад. Апостол Павел понимал так, что пришествие Христа будет при его жизни. И нас, оставшихся в живых, он изменяет. Мы оставшиеся. И так и понимают это. И блаженный Апифилакт об этом говорит. Почему? Ну, события были такие, что уже на это указаны. Ну, как нам, разве они не указывают сегодня? Недавно я говорил вам об этом. Выступление Патриарха Кирилла. И он сидит с корреспондентом. Вдруг такие слова говорят, что с трудно не ожидали. Понимаете, все под контроль взято. И в последнее же время, видите, шагу не шагнуть. Абсолютно все. Все знают. А как же? Если мы молимся, то ничего нам это не повредит никак. Вот сейчас что делается? Ты только молись. Выбери хоть несколько минут ночью встать. Днем. Лишние пустые разговоры веселья отложить. И тем более пост рядом уже совсем. Ну, не случайно то, что случается. Сегодня смотрят, которое у меня на стихотворении написано. И там написано, Армагеддон предваряет грипп. Откуда вы знали, что будет грипп? Я ничего не знал. А дальше написано, будет оспа. И сейчас говорят, главная болезнь, которая готовится сейчас выйти, новая оспа. Это Бог нас предупреждает. И не бойся никаких гриппов. Наш владыка силен. Вся вселенная перед ним дрожит. Только поверь, что он с тобой рядом. Он говорит, не оставлю и не покину. Второе Петра. 3, 8, 9. Представляете, что Петр стоит рядом. Не просто Петр рыбак, а Петр апостол, да и притом верховный. 3, 8, 9. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погибнул, чтобы все пришли к покаянию. Есть разные рассказы, и в житиях показывают. Человек молится об этом. Стрелка дрожит около 12. И молятся, и видят, пронзенная рука берет, и стрелку отводит назад еще. То есть продляет. Писание это подтверждается. Это не какие-то басни. Поэтому приготовьтесь, Господь говорит. И которые рядом должны это знать. Ни к чему не привязывайтесь. А что теперь, замуж не выдавать? Ну почему выдавать? Только Он говорит, а мне вас жаль. Жениться не надо. Не согрешит. Но уже будет заботиться о другом. Так как я имею большую связь. Ну 67 миллионов просмотров. И прям конкретно. Вот помолитесь. Вот женился, все было нормально. Сейчас вообще, как будто я не на ней женился. И не знаю, что делать. Скверными словами. Ребенок. Я ребенка держу, она. И отец за нее. Я закрылся, хоть помолиться. Ломиком было мне дверь. Теперь я не знаю, куда идти. И это ни один, ни два. Начал, что раньше смотрел. Брал ангела. Оказалось, говорит. Вот ведь дело-то какое. А выход один. А выход один. Если человек согрешает, да впадет он в руки такие. А Сирахов об этом говорит. И она не просто такая рядом появилась. А врач. Это точила твою. Как в одном фильме поп говорит. Это надо просто взять для себя. А сегодня как? А я развелся. Вот она пошла, ей дали развод. Вышла вторая. Опять, говорит, развелась. И сколько конца будет? Причина развода одна, Писание говорит. Супружеская неверность. Открой 16 главу. Просчитай Матфея. Сегодня патриархии утвердили 12 причин развода. То есть, это даже мусульман нету этого. Это уже, ну, решение-то. Даже нельзя назвать другим именем, как оно на самом деле есть. На какая причина развелись? А у нас разные взгляды оказались. А в чем они разные взгляды? Да на последнее событие. И что, разве все сказано было? Да невозможно жить. И подал заявление. Священник не стал. Архиерею дали власть. Ну, архиерейская власть-то большая, конечно. Но она не может быть больше власти Духа Святого. Он дал разрешение. Ну, вспомните, какие знатные особи там все. С кем они тут были и где. И у себя. По-другому не говорите. Вот он был иеромонах у нас. Теперь женился. Никто венчать его не будет. И до самой смерти даже душа в душу будут жить. Дети будут прекрасные. Никто не будет. До конца будет называться только именем нехорошим. И рядом кто-то не... У нас был он, когда этого не было. Уехал теперь. А так как этот человек многое сделал для нас в издании книг. Вы знаете, как его звал, Николай. Несите на руках молитвы. Так много он для нас сделал. Он жил у меня здесь рядом. И вдруг, печально... Не на чем прям совсем. Мой отзыв о житиях святых. Восьмой том. И отсюда пошло все кувырком дальше. А уже в 19-м полностью все видел. Я сколько лет жил, все смотрел. И все до конца пошло туда. А даром это не остается. И тогда Бог отнял. Как будто не было никогда страху. И он остается человеком. Для меня очень дорогим. Но бы не было, доставляет у нас сокровища никогда. Иаков. 4.13.16 Вся апостол начинает говорить. Раб Иисуса Христа. Высшее звание наше. Раб это не унизительно. Безбожий тоже. Раб очи. Раб только очи. Отца надо вывести. Кто он такой? Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город. И проживем там один год. И будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности чеславитесь. Без всякое чеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Ведь не просто это так сказано для нас. Ну, ты дома подняла кастрюлю, покрышку, пар. Это моя жизнь. Сразу исчезла, нету. Любой чайник, он проповедует нам. Мы должны на это посмотреть. Я никогда не думал, что доживу до этого времени. Никто не думал, когда умрет. Вот ты благодарил за каждую минуту и понимаешь, что последняя она. 7.39. Здесь у нас нет книги, это Серахова. Запомните. 7.39. Помни о последнем дне твоем. Во всех делах твоих. И дальше и вовек не согрешишь. Ничего не надо тут. Я сегодня ухожу из жизни. Никаке успел бы сделать. Да ничего не успел бы сделать. Главное, это примириться с ближними, если есть такая возможность. Конечно, если вина какая-то твоя, и ты знаешь, плохо было где-то. Правители уходят ни один, не каются. Я никогда не скрывал о том, что меня интересовала биография одного человека, который захватил всю Европу. И что было? Было ли у него покаяние? Вот у меня просто мысль эта. Я все везде документальные фильмы. Наконец нахожу секретарь у нее была, Юнге. Совсем молоденькая. И все еще была живая до последнего времени почти. И она говорит, покаяния не было. Понимаете как? А почему? Я не могу ответить эти вопросы. Почему? Просто я понимал, такую славу добиться, и вдруг все теряется. Такое злодейство совершить в мире. Миллионы душ взять на свое. И покаяния нет. Понимаете, о чем я говорю? А вощах-то Божьих, когда нам так много дано, может быть за самое малое будет спрос большой, кому много дано. Завтрашний день не знаешь, что родить тебе. Иова 14.1.2 Завтрашний день не знаем, что родит. А я буду торговать, я поеду туда. Ничего ты не знаешь. Человек, рожденный женою, краткодневен. И пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает. Убегается в тень и не останавливается. Верим в это? Мы как-то косили с мамой. Ну и попали там ложбинкой. Одни цветы растут. Даже жалко косить было. Покосили. А тут дождик прошел. Через день пришли. Я гляжу, гнилье какое-то. Где-то в другом месте были. Не могу найти. А у нас сразу дождь. Солнце. И вот им все. И сразу вспомнилось. Яд свело. Даже ни одного цветочка нигде нет. Совершенно лежит. И даже корову нельзя дать. Она сразу себя испортилась. Это наша слава. Человек добился славы. Там ордена у него вся грудь. Перед Богом это никакой роли не играет. Перед Богом только одно. С чем ты предстал? Я знаю об этом правителе, у которого все было в орденах. Жена его дала и указание о просьбу. И во всех храмах молились. Упокой. Господи, раба твоего. А когда последний вот был за... Господи, до такого протидиакона нашли. Помяни первого президента. То Бог не знает, он первый или последний. Ну, ему звания-то не нужны. А все это обольщение. А другие говорят, да осиновый кол бы ему забить надо. А может быть и это правда. А теперь еще говорили зря. Итак. Псалом 102, 15-16 стихи. Я говорю о событиях, которые нас окружают. И мы везде должны проникнуть, если можно людям сказать, не это главное. Потому что злые деяния, какие они делали, они вот сейчас нас окружают. Но и тогда не проклинаю умершего. Богу это не угодно. Проклятие ни к чему не приводит, как к проклятию. Кровь требует крови. И поэтому мы мирные люди. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он светет. Пройдет над ним ветер и нет его, и место его уже не узнает его. Вот и все. Где-то строимся, чего-то надо. И место не узнает. Идешь в пустырь один. И далее. Псалом 38, 5-6. И Ганна Петр говорит, один день это у Бога. Один день. У нас тысячи лет. А всего сегодня 7530 год идет от Адама. Если кто не знает себя, запомните. 7530. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих какое оно, дай бы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Пять, знаете, пять, это вот сегодня еще, как будто вот таким медленными шажками шагнул, и уже все, место закрылось. Псалом 89, 6 по 11 стих. Все святые, все мужи веры, все пророки говорили о скоротечности жизни. И так, Господи, дай нам не обольщаться временной жизнью. Ну и вот это там так. Мы, говорит, ложимся спать, а взрывы такие идут. Ну это и все только по военным, говорится, объектам, как говорят. Ну кто его знает, и промажут, и поэтому будь готов. Приготовься. Бог нам напоминает Духом Святым сегодня об этом. Ибо при дочами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Так ты, как наводнением уносишь их, а не как в сонках трава, которая утром вырастет, утром цветет и зеленеет, вечером подкатается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоего смятения. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред цветом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дни и лет наших 70 лет. А при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Меня интересовал всегда вопрос. Давид писал, ну нигде не написано, где он был, в пещере где-то отрядался в ночное время, или уже на престоле был. Ну он как все это понимал. То есть есть такое место одно, 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю. Поставь себе задачу, один день хотя бы прожить, ну а семикратно молитва у нас, а там на 10 минут не больше занимает. Выбери время один раз. И тогда с каким уважением посмотришь на Давида. Золотой он говорит, имея столько дел вокруг, и он находил время 7 раз в день молиться. Ну просто скажи так. У тебя может быть кабинет отдельный, ты можешь там 10 минут. Возьми с тобой лестовочку там или щетки, ну сто поклонов положи. Один день хотя бы проживи так, и уже запечатлеется. И поблагодари тогда Господи. Хорошо, что был такой царь и пророк Давид. Как многому он нас научил. Римлянам 13, 11, 12. Любимая глава безбожников. Всякая власть от Бога. Почему вы не вспомнили в 17-м году? Почему не вспомнили, когда расстреливают царя? От кого была эта власть? 11, 11 сих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Просто непонятно. А что света? Евангельский свет осиял в нас. И вдруг тьма в рассуждениях. Ну во всем надо сокращать себя. Вот как у церкви все это мудро было. Начинается Закхея. Неделя и дальше идет. И наконец Страшный суд. И следующее воскресенье. Прощенное. И я прошу вас покутно сказать. Приходите. Потому что мы так многое получили через Покровский собор. Когда молились. И как много мы получили через этого митрополита. И благословимся у него. Ну выберите время. Ну чего-то не успеют. Только служба закончится. Прямо шибают. Бегут домой. Как это не дает вам. Выдели. Подменись. Следующее воскресенье. Нам скажут когда с пяти часов, с четырех. Мы стоим в правом пределе. А потом все вместе подходим. Надо видеть какое у него радостное лицо. Батюшка до этого. Раньше у нас был торопился домой. И он говорит. Владыка спрашивает о вас. Как они? Это чудо Божие. Бог дал многие скорби, которые были. Ну приходите. Чтобы потом не жалеть. Я прошу и умоляю вас. Придите. Нам есть что вспомнить. Как нас там гнали. Как поносили всякое. А теперь этого ничего нету. Его Бог послал к нам. У меня от него письмо есть. Когда я написал патриархию. Как есть. Он говорит. Как его цако оценили. Мое пребывание. Этого не стою даже. Понятно как. У него талант особый. Какие были нарушены здесь все отношения с властями. Он со всеми все устранил. А уж про нас говорить не надо. Два раза в год. С какой Смитой приезжает. И секретарь там. И люди. И попросит. Выйдет. И попросит. Чтобы я сказал проповедь при нем. Это вещь вообще неслыханная. И даже в истории неизвестна. Я же не говорю. Что за каждой трапезой приходится там же говорить. И далее. Исайя 56.11 10.11 56 глава. 10.11 Стражи и слепы все и невежды. Все они немые псы. Немогущие лаять. Бредящие лежа. Любящие спать. Это псы жадные душою. Не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. 50.11 Да. 56.11 Видите какое положение. Это знали люди. Но они не знали. Вот представьте. Пилат совершенно не имеет отношения к верующим. И говорит. И знал, что предали Христа по зависти. Те, которые распинали. Первосвященники этого не знали. Как он это узнал? На всем надо задуматься. Что-то там внутри было. Жена была верующая. Она говорит. А много пострадало в эту ночь. И он хотел бы отпустить. Но малодушие не позволило. И когда были 12 братьев. Продали Иосифа. Как они его возненавидели? Идиот-сновидец. И сразу решили убить родного брата. Ну просто прикиньте. Вот так вот. И мы там. Это верующие люди. Это патриархи будущие. 12. О них будет говориться. И что они добиваются? Один только заступился. Ну тогда бросим его в сухой колодец. А вот и как. Арабитяне едут. Египтяне. Продадим юдок. Деньги будут. И вы знаете, с чем заходим. У Бога все было вымерено. Если бы не это. Они бы все умерли от голода. А он стал премьер-министром. Самой великой державы в то время. И вот. Когда готовится вино. Вино. Осадок дает. А потом переливают. Осадок остается. И так несколько раз. Не просто там положили вино раздавили. Виноград раздавили. Нет. И святые говорят. Вот так Бог переливает человека. Обстоятельства меняются. Возненавидели братья. А теперь там. Жена. Патифара. Стала бросаться на шею. И она сумела сделать так. Что он спрятал в тюрьму. Златоуст говорит. Это под оборотем спрятал. Иначе бы она его отравила здесь. А до этого. Как она билась. Забивалась его. И дальше. И там на него восстал один. Показывает как. Всех постигнет кара. А он сделает. И как его выведут. Только одно. Поклонись. И тюрьма откроется. Нет. Я кланяюсь только единому Богу. Иегове. Это же фильм поставлен. Смотри. Думаешь. Как. Какой пример. Это в ветхое время было. Какими талантами Бог награждает. И когда Степана побивает. Он говорит. И братья предали вы из зависти. Ни один брат бы ни у кого зависть. На кого смотреть-то. Ну цветная одежда. Да. Дорого. Ну не из-за халата же мы его возненавидели. А почему он сны видел. Что мы ему поклонимся. Ну во сне видел. За сны не судят. В одном месте святого арестовали. Как Иоанна Дамаскина. Сон видел. Он говорит. У нас статьи такой нет в законе. Что за сон. Но сон то был такой. Что победа будет на той стороне. Даже за сон могут действительно забрать тебя. Иеремия. 30 глава 24 стих. Мы заметим всех пророков. Смотрим. Все предупреждают. Неужели не пробьется. Еще не знаю. Что толщину. Как носорог есть такой. Его даже лев не может прокусить шкуру. Пламенный гнев Господа не отвратится. Доколе он не совершит и не выполнит намеренный сердце своего. Последние дни. О, разумейте это. Последние дни. И Господь показывает. Исполнение пророчеств. Считаем. Аввакум. Вторая глава. Второй, третий стих. Это редкий такой пророк. И отвечал мне Господь и сказал. Запиши видение. И начертай ясно на скрижалях. Чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени. И говорит о конце. И не обманет. И хотя бы и замедлило. Жди его. Ибо непременно сбудется. Не отменится. Не отменится. Непременно сбудется. Какие предупреждающие слова. Настрой себя на это. Мы отсюда сегодня уже не выйдем. Многие так стояли. И вдруг ахнуло. И вообще никого нет. Это реально уже прям рядом где-то. Они так. Ну ладно. Сегодня никак. Оставайтесь на занятиях. Которые идут. Так много мы слышим здесь. В собрании. Ну жду друг друга знаем. Так многое нам. Никогда не заходит. Притом. А хорошие люди. Очень даже хорошие. Даже сравнивать не хочу себя с ними. Но. Почему же так отдаляются? Мы же единое здесь. Если разницы никакой нет. Это уже ты и член общины. У нас так много своего. Вы не найдете. Вот сколько храмов есть. Нигде-то в России. Чтобы вот столько свидетельства о Боге было. Столько между иконами. И как? Я когда сказал это. Батюшка уехал. Давайте запишем. А он узнал это. Я говорю пока. Как неужели ты мог подумать обо мне? Батюшка всякое бывает. А так охота чтобы было. Написано на косяках. Там везде было такое. Нет. И архиерея когда приезжает. Ни наши втихи. Никто ни разу ни одного слова не сказал. А этот архиерей даже в одном месте подошел. 15.6. Иеремия. Ты оставил меня. Говорит Господь. Я простру на тебя руку. И погублю тебя. Я устал миловать. Он долго стоял. Потом. А где это написано? Понимаете? Это не игрушечно было. Ну от солнца выгорело. И считаем дальше. Евреям. 3.15. Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Не ожесточите сегодня. Ну сегодня никак. Я завтра. Я в следующий раз. Этого может не быть. И при том везде, говорит, услышал и не откладывай. Сразу же делай. Стремительность должна быть такая, что у нас много конкурентов. И апостол Павел делает такое сравнение. Говорит. Как дело бывает. А мы бежим. Итак, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. Не приведи Господь, чтобы кто-то из нас оказался ослабевшим и не пришел туда. Не догнал. У Бога соревнования. Многие бегут. Итак, бегите, чтобы получить. Павел добавляет. Притча Соломона 27.1. Что-то запомните из того, что я говорил. Запомните, что говорил о крестном знамени. Молитва, которая у нас здесь есть. Это так много значит сегодня. Мы вышли на другой уровень. Не хвали завтрашний в нем, потому что не знаешь, что родит тот день. А я потом завтра. А этого может завтра никогда не быть. Да помилует нас Господь. Да даст нам мысль понимать, что это последняя наша встреча. Мы больше никогда ничего здесь не откроем. Я по интернету друзей много и сказал. Приобретайте Библию. Где-то сокройте. Потому что будет такое написано. Жажда. Ну, сегодня жажда какая там где-то. Заработают, за границу идут. Будут искать Слово Божие. У нас там написано. В 8.11. Порок Амаз говорит. Жажда слышания Словом Господних. Юноши и девицы будут ходить от моря до моря. Не с улицы на улицу. Ища Слово Божие и не найдут. Было это время? Да, было. Я разговаривал с тем, кто сидел. Я говорю, а как вы получали? А сало разрешали. И сало там разрезали. Но вот эти тоненькие кусочки не разрешали. Там их просверлили. И туда листья как 10 свернули и просунули. А в другое тоже так. А в другом получили. А теперь, говорит, по переменам менялись. И вузов считали. Это Александр Иванович рассказывал. У нас все есть. Заготовьте несколько Евангелий. Хотя бы по одной пачке красного где-то. Будет время, электричество вполне может отключить. Сегодня это легко сделать. И даже что у нас есть, накоплено, как будто никогда не было. Чтобы у вас было Евангелие. Для родных, для близких. И куда идете, в сумочку положите, в салфан заверните Евангелие. Вырвали сумочку или потеряла, забыла. И человек наткнется и может обратиться через это. Я наказал меня хоронить, чтобы обязательно было у меня Евангелие. На кресте берите, там написано, заламинировать. Чтобы мы проповедовали единое истинное Слово Божие. И еще одно место. Первое царство, 13-8. Когда человек замедлил. И какая беда была. Послали, и он задержался. И началась революция. И ждал он семь дней до срока назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. Бог сказал. Прошло семь дней, а его нет. И он что-то да... Ну народ-то расходится. Жертву давайте принесем. Только принес жертву. А вот он и пророк пришел. Что же ты сделал? И царство отошло от тебя. Если он был избранник Божий, ясно дело, он был хороший. Бог избрал самого лучшего. Мы иногда слышим о человеке, который много зла делает. Но мы не знаем, почему он здесь оказался. Я уже говорил вчера об этом. Был такой мартирье. Император. Очень добрый. Раньше мятежи делались так. Военные поднял восстание. В воинское счастье зашло. И все. И в это время полковник Фока, начальник этот, захватил власть. Первым делом казнил его, которого весь народ убил. Жену, дочерей. Вы знаете, с кем это было? Царское семейство. Прям один к одному сходится. И вот один праведник в пустыне все время взывал и плакал. Мы знали этого. Церкви были открыты. Все закрыл. Господи, да почему ты сделал так? И друг Богу заговорил. Я долго искал по грехам вашим. И хуже не нашел. И впредь не искушай Бога. Бог знает. Поэтому будем славить Бога за все. И за то, что сейчас идет. Прямо вы молите, выделите время. Чтобы друг друга люди не убивали. И чтобы он нас приготовил к встрече его. Ему добыть слава во веки веков. Аминь. Спаси Христос.